Игре турнира Итак, раунд первый Напоминаю, что у нас будет целых Три раунда, кажется, да? В общем, много игр, поэтому Чёрт, пожалуйста, соседи, не надо Сегодня выходные Ай, им пофиг, похоже Так, ладно Ладно Буллет против Лерея Лерея австрийский игрок, кстати говоря Входит в топ-10 самых рейтинговых игроков На вубли, но при этом в турнирах Особо раньше не участвовал, не видел я его По крайней мере Буллет же шведский игрок Вообще, будем честны, он Он здесь не смотрится фаворитом Потому что Лерея 2К там с чем-то игрок 2К2, кажется По рейтингу в ублы международному А касательно А касательно Буллет То он где-то 2К19 Плюс игрок То есть, как-то так Милые барашки Звучит как Что-то, что-то, короче, странное у них Звучит как дедушка А, звучат как дедушка Что? Буллет, короче, тоже развлекается Привет, кстати говоря, всем, кто к нам недавно присоединился Добро пожаловать Индекс 331 Доминатрикс Добро пожаловать Мишанюшка Привет Фортергей Форте Фортеррейг Рейгер Блин, почему я каждый раз Твой ник спотыкаюсь Скажи мне Так Можешь сетку убрать Нет, нельзя Так Хотя, на самом деле Можно убрать Ну, давай со следующей игры Займемся этим То есть, сетку уберем Пусевут уберем Я-то привык Их видеть Логи Рус Добро пожаловать Сетка Сетка, сетка А что? Так, ладно Короче, сбили вы меня со своей сеткой Азиатские буйволы У нас здесь вообще карта называется Pog Islands Болотные острова Так, сегодня Снова только новая цивилизация Нет, сегодня не только новая цивилизация У нас по две нации Из каждого дополнения То есть, Age of Kings The Conquerors The Forgotten Так, как там African Kingdoms И Rise of the Raja Вот, из каждого из этих Частей игры Можно, наверное, так выразиться Взято по две нации Полный список Блин, надо было, наверное, выложить в описании Полный список Ссылку на правила Но, друзья мои Ладно, я уже буду отвечать На ваши вопросы В случае чего Как-то в этот раз поленился Сделать отдельный Специальный пост На тему турнира Напоминаю, правда Что Игроки Перед тем, как выбрать нацию Они банят сначала Смотрите В этот раз Немного Небольшие изменения Для игры Для турнира Происходит Так Все спотыкаются Forterager Рейджер Вот Forterager Так Forterager Вот По-русски Все понятно В общем Кто в первой игре Стукался Стукался Ты имеешь ввиду Яйцами дрался Да Я понимаю Теперь Что написал Bullet Так вот В предыдущей игре Сражались Менталист И Спадан У нас сейчас идет Все-таки Квалификация Причем Первый раунд Квалификации Во втором раунде Квалификации Уже мы увидим Увидим Татаха Бакта И еще Двух Игроков Стильных Я к сожалению Не помню Кого Точнее Трех Трех Игроков То есть Там Ну короче Долгая история Фишка в том Что у нас В первом раунде Четыре игры Пять игр Во втором раунде Четыре игры Вот как Но И по результатам Этих игр Определится Четверка Проходящих Следующий этап Итак Пока я вам-то себе Рассказывал Я кажется Прикусил язык Успех Ай-яй-яй Ах ты ж Хитрый буллет Ворует 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 Носорога Но нет Носорог оказался верен Верен партиям Верен Товарищу Лирею Австрийцу И возвращается на базу Кстати говоря Лире играет За Монгола Поэтому Количество дичи Под его таунцентром Прямо пропорциональное Благополучию его нации А вот У буллета У булета Булет тоже взял Монгол Вот это неожиданность Значит у обоих В принципе Зеркальное развитие будет Правда я сомневаюсь Что мы увидим На этой карте Скаутраж Все-таки По вот этому Мангровому болоту Как оно оказывается Называется В редакторе Да Это Мангровое болото В общем Могут все-таки В первую очередь Ходить корабли И Как обычно На таких картах Выход будет Из сражений Будут происходить На воде Играться будет Будет Все-таки За воду В первую очередь Разворачиваться драка Ни о каких скаутах По крайней мере В начале игры Я думаю Речи быть не может Тем более Что оба игрока Я подозреваю Все-таки будут играть Закрыто И И отобороты В то время Как только Ставят Буллет Межтем Док У Лирея Уже вовсю Добывают Три лодочки Рыбу Причем Рыбу Какую хорошую Прямо Под стенами Этого самого Дока Блин Форта Рейджер Пока произносил Твой никнейм Реально прикусил Язык Это на твоей совести Это на твоей совести Ладно В тылак ставится Лисопилка Лирея Заволов Ну вот есть Какое-то подобие Заволов Начинаются они уже Хотя Лирей На самом деле Может сейчас Прекрасную стеночку Вот так Так И здесь Построить Ну как-то так Я бы смотрел Как на мангровых болотах И лесах Конный погулял Ну там будет Там будет Привет Вовчис Добро пожаловать На стрим Ой А те лишь бы Те лишь бы Чтобы стример Страдал Коды Да Не в играх Так в физическом плане Ой Смотри у меня Нет что будет Наш стример Ранен Да уж Профессиональная травма Да вообще ужас Вот так подумать То да Да Травма на производстве Я тебе больше скажу Сидишь такой Раз Раз Ом И все И готово И готов стример И нету стример Будет только First person stream Снова Comments Все дела Не нравится мне Кстати золото Которое здесь У буллита есть То есть оно Одно на форварде Вот это кстати Хорошее золото Его фиг с воды Отобьешь Но Но за все Надо платить Камень на форварде Золото на форварде Стеночки он не ставит Кстати говоря Это печально Ну что Из док Интересно будет Идти какие-нибудь Фаершипы Как например От Лирея Которое уже поставило Кстати два дока Почему они не малайцами Играют Вроде водная нация Малайцев Нету по моему В турнире Я сейчас перепроверю Конечно же У меня правила Параллельно открыты Там еще подводится Кстати говоря Вру не открыто Но я их быстренько Сейчас открою Возможно Малайцев забанили Не забывай пожалуйста Что Игроки банят Сначала По одной цивилизации Для И для себя И для врага Вот Затем Они так Малайцы Малайцы Да Малайцы есть Но скорее всего Их все таки запретили То есть Потом банят По Две нации Друг для друга И это важно То есть В сумме Для каждого из игроков Из игроков Закрыты 4 нации Так что скорее всего Малайцы были в их числе Я решил просто-напросто Не утруждать вас Это И себя Этими Банами Потому что Они-то Легко Их легко показать На Непосредственно На стриме Там более того Ну В прямом эфире Но как-то париться С этим Сейчас Тем более я уверен Что для большинства Это особой роли Не играет И все-таки Все-таки Каждая нация Почему тайльная нация Забанена Для многих Не ясно Я все-таки Подозреваю Что лучше Мы посмотрим Больше игры Чем Чем непосредственно Рассуждение о том Какие нации Забанены Почему Из-за чего Нет Это нам не нужно Нам нужно Смотреть экшен Нам нужно смотреть Кровь и грязь Вот ради чего Мы все здесь собрались Так Ага А будет Собрался ради Скаутраша Окей Скаутраш На водной карте Почему бы и нет Лерей вот закрылся Лерей понимает Что потому что Это не нужно Не нужно Скаутраш на этой карте Здесь все всегда закрываются Кстати говоря Не полностью закрылся Лерей Так что Все-таки Нужно Нужно искать Эту щель Эту дырочку Кстати А почему она тут Вообще появилась Лерей Лерей Дженкинс Ты вообще Будешь закрыл Серьезно Он забыл похоже Он забыл похоже Про этот забыл Он и там закрыл Ой Серьезный Серьезный Чел вроде 2к1 игрок А просто-напросто Дырок В его Экономике Больше чем Я не знаю где Дырок его стен В его заболе Больше чем В экономике России Давайте вот такую Политическую шутку Вернем Кровь кровавому богу О Народ на кровь и зрелищ Почел посмотреть Да Ваджан Привет Кровь Зрелище Минус 1 юнит И дальше Выбегают Скаут куда-нибудь Подальше похоже И вот нафига Они выбегали А тут по-моему Все равно дырка Лерей Ну это не твой день Явно Так Серьезно Он Закрылся Парень почти закрылся Он почти пришел К успеху Да Лерей Самому ужас От таких косяков Ну ладно Еще одна крестьянка Страдает Импосибл Турбол Пишет Лерей Но Слушайте Ну и вот теперь Он пришел к успеху Да Теперь вроде пришел Молодец Со второй попытки Но все-таки Нет там еще одна дырка Лерей Лерей Как вообще происходил Этот завал Мне интересно Просто Скал берет И на покер фейсе Выбегает обратно Когда Казалось бы Лерей полностью закрылся Почему эта карта Почему эта карта Вопрошает Буллет Не играл ее раньше Ну понятно все Кажется Кажется Итог очевиден Сразу видно Кто без сетки играет Да Наверное Хотя знаешь Я тоже особо не видел Здесь дырку Но Когда ставил бы домик Я бы конечно же заметил Водная карта Которая полностью Сейчас изничтожает На самом деле Буллета То есть У него Что бы Мы по-моему Док снесли Подползает ко мне Как-то швед Грин Я б Дока не чувствую Я ему и говорю А у тебя его нет И сидит Бедный Буллет У себя на базе И строит он Все всякие вышки И пытается Как-то через них Отдефаться Но на самом деле Уже похоже Все ясно Если Лерей Где-то по-жуткому Не накосячить То он по идее Должен победить Буквально в течении Нескольких Ну не то что Несколько их минут Ну хотя да Несколько их минут Тут как-то Другого варианта Нету особо С другой стороны Вроде бы Вроде бы Башеньки по наставлену Вроде и крестьяне Работают То есть по идее Пока что Оборона держится Другой вопрос Что леса мало И его надолго Явно не хватит Но сто камень добывается То есть во всем Надо искать свои плюсы Верно? Вымирает крестьяне Вымирают скалки Как вид похожий На этой карте Буллет развязал Весь практически север Но на юг Он пока что Никак не развивался Лерей же пока что Просто копит войска И ему перейти В следующий эпох На самом деле Потому что пока что Он никакого серьезного Урона нанести Противнику не может Единственное что может Простреливать его Крестьян И все Причем Справились ради Пока что галер не так много Что простреливать полностью От цвет этой От цвет этой карты В глазах Не знаю А мне наоборот нравится По-моему Очень красивый Позитивный Милый Добрый цвет Прямо Прямо Мимими Что называется Не знаю Что тебе Здесь Не может Не понравиться Это же Это же все Очень красиво Очень Очень-таки Кошерный Да Ладно Кошерность Кошерность Все Знаете Самое забавное Что буллет Пока что не сильно Отстает Валяет еще одну Конечно Влетает Кстати говоря Сюда еще и Скаут Парей здесь Похоже Крестьян Кстати возможно Даже кого-то Убьет Нет Не убьет Показалось Наверное Действительно Ну вот давай Лерей Переходи В следующую Эпоху Давай И все И осадочки Разбиваю Нет Похоже Пока что Этого не происходит Немножко Кстати Какие-то Затупы На этом Декоративном На этом Декоративном Камне Булыжники Живописно Торчащим На несколько Метров Из воды Милый Голубой Цвет Бирюзовый Давай Называть Вещи Своими Именами Это Бирюзовый А не Голубой Так что Голубой Весь Не знаю Вооми Где-нибудь Находится Но Никак Не тут Так Что я Хотел Что Удянуть Мисклик Небольшой Сейчас Справим Окей Вернулись Буллин Кстати Переходим В замковую эпоху А Лерей Уже В замках И Что будет Делать Тогда Наш герой Во первых Я не вижу Осадки Где Осадка Канитрол Ю Добро Пожаловать На Стрим И вот Уже Пожалуйста Замковая Армия Простреливает Простреливает Несчастых Крестьян Снова Кстати говоря На золоте Лесе Кстати Вообще Отдельная История С ним Все очень Плохо Если Вкратце Если Вкратце То С ним Все Очень Плохо Вот Здесь Три Крестья Накачают И пилят Пеньки А на Это Больше Ничего Особо Нет Кстати Говоря Ломается Здесь Еще Вышка Интересно Что Будет Дальше Неужели Выйдет В коней Я Буду Долго Смеяться Если Он Выйдет В коней А он Выходит В коней Еще Больше Буду Смеяться Если Это Сработает Если Честно Потому Что Коней Они Хоть И Длительные Но Урона Повольше Наносят Кораблям Чем Корабли И Особенно Чем Особенно Если Мы Говорим О Фаершопе За Костры Кораблей Все Много Это Ну Такой Себе Момент Да Водный Контроль Водный Контроль Это Все Здесь Пишет Булит Кюра Пишет Пишет Булит Такой Ай Черт Побери Ответ Не Говорит Лерей Тоже Решает Решает Как-то Поучаствовать В этом Экшене Который Начинает Твориться За счет Коней Во Много За счет Коней Есть Седло Есть Первая Броня Нету Пока Что Второй Броней И Атак И Апах На Атак Добавляется Монастырь Между тем Не Знаю На Что Рассчитывают Честно Не знаю Вообще На Что Может Рассчитывать Здесь Игрок Но Булит Пытается Отсидеться И Булит 50 Крестьян Против 34 Это Уже Я думаю Солидная Разница И Популяция У нас Стабильно Булит После Перехода В Феодал Начал Булит